Всем привет! Меня зовут Татьяна Андреева. Этот выпуск я посвятила бижутерии. Яркая и необычная бижутерия всегда придется кстати, а значит и этот мастер-класс может оказаться полезен. Эти милые колечки и кулон я сделала из горячего клея. На пальчики такие колечки смотрятся миленько и креативненько. Интересно, как я их сделала? Смотрите мастер-класс. Итак, сначала я покажу, как сделать кулон-пончик. На листе бумаги обводим крышечку от бутылки. Примерно посередине обвожу колпачок от фломастера. Заготовка напоминает форму пончика. Накладываю кусочек прозрачного пластика, например от бутылки или плотной клеенки. Разогреваю термопистолет и выдавливаю клей по контуру заготовки рисунка. Пусть заготовка из клея застынет. Получилась форма пончика. Снимаем заготовку из клея с пластика и приступаем к раскрашиванию. Я использую глянцевые акриловые краски. Также подойдет гуашь и обычные акриловые краски. И да, несмотря на то, что я уже несколько выпусков назад рассказала о том, где можно купить товары для рукоделия, в комментариях под видео все равно продолжайте спрашивать, что и где можно купить. Повторюсь, товары для рукоделия можно приобрести в интернет-магазине reed.ru. Ссылку на него я оставила в описании под видео. Сначала окрашиваем пончик в бежевый цвет. Для этого я смешала желтую и белую краску. Для колечек я также наделала маленьких бубликов из клея. Их я тоже окрасила в бежевый цвет. После того, как бежевая краска высохнет, розовой краской рисуем глазурь на большом пончике. На маленьких пончиках я тоже имитирую красками разноцветную глазурь. Теперь пусть все пончики высохнут. После чего иголочкой или зубочисткой рисуем разноцветную кондитерскую прицепку. Еще можно сделать такой вариант украшения пончиков. Далее делаем основу для кольца. Горячий клей выдавливаем на гладкую поверхность толстой полосочкой. Прижимаем чем-то гладким, например, плотным полиэтиленом. После застывания клея отклеиваем заготовку и разрезаем на полосочки шириной около 5 мм. Длина полосочки должна быть такой, чтобы свободно огибать палец. Можно сделать колечко без пончика классической формы. Просто раскрасив его красками. После чего соединяем его в кольцо горячим клеем. И вот что получится в результате. А можно использовать эти полосочки в качестве основы для колечка с пончиком. С помощью того же горячего клея замыкаем полосочку в кольцо на пончике. Вот что получилось и у меня. Я решила покрасить эти колечки полностью в бежевый оттенок. То есть в тон к пончику. В кулончик нужно вставить пин. Я использую швейную булавку. Просто разрезаю ее и вставляю в кулон. И надеваем кулон на цепочку. Можно примерять. Этим незамысловатым способом можно наделать неограниченное количество ярких и красивых колечек, а также кулончиков. Такие колечки хорошо держатся на пальчике. И не стоит переживать о том, что колечко порвется. Если все сделано правильно, клей надежно замыкает заготовку в кольцо. И для того, чтобы его порвать, нужно приложить немалые усилия. Ну вот и все идеи на сегодня. Напоминаю о том, что это всего лишь идеи для развития вашей фантазии. Не бойтесь придумывать что-то свое. Поделитесь со мной в комментариях, носите ли вы украшения. И если да, то какие. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока!